Разрешите? До свидания. Осмотры прошли, но где-то бы не допущены. День летчиков начинается ежедневно с построения на плацу, с постановки задач личному составу. И далее личный состав расходится по своим рабочим местам для выполнения поставленной задачи. В дни предстоящих полетов командующим ВВС и противовоздушной обороны Республики Абхазия ставится задача на выполнение полетов. После чего управлением авиационной группы мы организовываем предстоящие полеты. Что туда входит? Для организации полетов выполняются следующие мероприятия. Это постановка задач полетом. Далее летный состав после получения задачи выполняет самостоятельную подготовку. Что входит туда? Это заполнение тетради подготовки к полетам, летных книжек и теоретическая подготовка. То есть летный состав каждый раз перед полетами также вспоминает, повторяет особые случаи в полетах. После чего они выдвигаются на аэродром для выполнения тренажей на авиационной технике на земле без запуска двигателей. Далее осуществляется контроль готовности к полетам. На контроле готовности командиры своих подразделений смотрят заполнение тетрадей, полноту и качество заполнения тетрадей, летных книжек. Далее идет устный опрос всего летного состава, после чего, когда командир убеждается, что летный состав теоретически готов к полетам, он расписывается в их тетрадях и далее они готовы к полетам. Есть даже такая поговорка, если летчик знает, готов на земле оценку 5 с плюсом, то в воздухе он будет знать на оценку 3. И этого достаточно должно быть, потому что в воздухе человек реагирует на разные ситуации по-другому, нежели на земле. Поэтому на земле мы должны отрабатывать, оттачивать все до оценки отличного. В связи с этим летный состав очень много уделяет времени теоретической подготовке на земле. Так проходит первый день, на следующий день, день полетов, мы опять строимся, уже на аэродроме, проверяется личный состав. Далее они проходят медицинские контроль, все, кто задействован в полетах, после чего у нас идут предполетные указания. Старший Шульман! На предполетных указаниях доводится плановая таблица. Должностные лица докладывают о готовности, о состоянии авиационной техники, о состоянии взлетно-посадочной полосы, радиотехнической связи и так далее. После чего мы начинаем полеты. Полеты начинаются строго в указанное время в плановой таблице. Они могут длиться от 4 до 8 часов, но не более 8 часов за летную смену в зависимости от поставленных задач. Ну и завершаются полеты разбором полетов. После окончания полетов летный состав опять собирается в классе и проводится разбор полетов. Инструктора указывают на недостатки, на ошибки и на земле опять разбираются эти ошибки, чтобы в дальнейшем они не повторялись. Какой состав летчиков, сколько их человек? И они как-то делятся, да? Там помощник летчика, сам летчик, насколько я знаю. Ну, у нас молодых летчиков, которые после военного времени закончили военные вузы российские, уже более 20 человек. Столько же окончила военные вузы и инженерно-технический состав, которые на земле помогают летному составу. На сегодняшний день у нас есть летный состав и на самолетах Л-39, которые летают на вертолетах Ми-8 и на вертолетах Ми-24. Экипаж на самолете Л-39 – это один человек, боевой экипаж на вертолете и Ми-24, и Ми-8 по три человека. Это командир экипажа, второй пилот и бортовой техник. Были ли какие-то случаи, когда пилот на воздухе не справился? Какие-нибудь ЧП, скажем так, за время? Ну, при планировании полетов, естественно, один из летчиков – это инструктор. Табло, отсек двигателя. В первую очередь сработало, кран открыт. Плюс признаки. Дальше запах горе может быть. Повышение оборотов двигателя. Оборотов было установить температуру двигателя. Наши действия убедились, что загорелся двигатель. В первую очередь сработало. Инструктор, он наиболее подготовленный. Он полностью отдает возможность молодому летчику управлять, выполнять задачи. Ну, в случае какой-то ситуации нештатной, конечно, инструктор помогает. Инструктор помогает. Тем более, если он видит, что молодой летчик не справляется. Но если молодой летчик справляется, ситуация не выходит из-под контроля, то, конечно, инструктор дает возможность ему самому справиться с этим, дабы он в дальнейшем самостоятельно мог это выполнить. Я вас поняла, Леонид, вы сказали, что довзлетная подготовка идет, а после взлета идет разбор какой-то, да? После окончания полетов, да, идет разбор полетов. Как это происходит? Можете описать? Ну, через 10 минут после окончания полетов, когда все двигатели выключились, мы собираемся в классе предполетных указаний. Всем летным составом, все, кто был задействован на полетах, и наземные специалисты, которые управляли снизу, все собираются. И в процессе полетов, если были какие-то нештатные ситуации, если кто-то допускал какие-то ошибки, отклонения от плановой таблицы, отклонения от полетного задания, то мы это разбираем, выясняем причину, почему это получилось. Ну, не с целью наказать того, кто виноват, а с целью того, чтобы данная ситуация больше не повторялась. Так как наша часть является частью постоянной боевой готовности, также мы входим в состав объединенной группировки войск сил с 7-й военной базой российской, мы ежедневно выполняем боевое дежурство по воздуху. Все экипажи на каждом типе летательного аппарата, это и Л-39, и Ми-24, и Ми-8, все экипажи находятся согласно графику боевого дежурства на аэродроме готовности номер 3. В случае необходимости они переходят в готовность номер 2. В готовности номер 2 они ждут звонка от руководителя полетов или от командира, который поставит им задачу, после чего они в течение 30 минут готовы выполнить взлет и отправиться к месту, куда их отправят для выполнения боевой задачи. Дежурное звено, старший подполковник по чуду слушает. Район? Принято. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...